Я не знаю, что ими двигало и почему именно вот это все так происходило в то время, но прямо сейчас он решил отстоять свою точку зрения, доказать, что он был прав, забрать, просто уничтожить дух мужества у второго своего оппонента. Этика понесло. Короче, сегодня состоится разрешение проблемы, которая длится больше 10 лет. Сегодня два здоровых мужика выйдут в клетку нашего дела, чтобы разобраться и поставить точку. И независимо от того, кто выиграет или кто проиграет, эти парни сказали, что не пожмут руки. Ну что, пора их смать. Первый выходит, синий угол. Шок. Встречаем его. Встречаем рэп-туса. Добрый день, меня зовут Дима Бамберг, я новая звезда Пупа ММА. Как минимум самый интеллигентный боец. А нет, шучу, я просто художник. И мы пришли в мое любимое место в Москве, это мультимедиа-арт-музей. Как твоя семья относится к предстоящему роду? Я очень надеюсь, что они ничего об этом не знают. Я думаю, они ничего об этом не знают, узнают наверняка после всего, когда все это пройдет, и мне не придется отчитываться перед отцом. Хотя, я думаю, мой отец отнесется к этому с пониманием. У меня отец, у нас похожий характер. Думаю, он скажет, нахер тебе это надо, а потом скажет, да ладно. Как ты видишь свою жизнь в старости? У меня большой дом, большая мастерская, две собаки, пятеро детей, та же жена. И все, я счастлив. Искусство — это эмоции? Это все и ничего. Это может быть что-то глубокое, а может быть вообще ничего. Просто ничто. Есть такой художник Йонатан Мейзо, он ходит со своей мамой, носит спортивный костюм Adidas, ходит со своей мамой за ручками и рисует полную чепуху. И все годами гадали, о, там может быть что-то глубокое, да ничем. Так, а что ты думаешь о своем сопернике? Я думаю, что он нехороший человек. Я думаю, что это тот случай, когда жизнь почему-то человека не заставляла жалеть свои ошибки, своих ошибках. Наверное, потому что готовит ему жесткое, долгое падение. Не знаю, я плохого неумнения, но в принципе я такого же мнения о нем, как и большинство нормальных людей. Нехороший человек, вот, и поэтому, да, это как будто битва Давида с Голиафа. Я Давид. Ну, ради этого стоит ли у него какой-то хорошей? Да, вообще, ну, мне нравится, мне нравится боевой спорт. Я охотно приезжаю на спарринги и получаю по башке. Я себя чувствую прекрасно после этого. Выражение? Ну, наверное, просто жизнь. Бывает в жизни ты побеждаешь, ты проигрываешь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В красный угол выйдет его оппонент, который очень-очень на него зол. И сейчас ему представится шанс всю свою злобу вынести на Диму Шока. Мы встречаем и приглашаем в клетку нашего дела рэпера-поэта Рому Жигана. Ждем тебя, Рома! Привет всем, друзья. Меня зовут Рома Жиган. Я рэп-исполнитель, режиссер и с недавнего времени боец. За свои 37 лет я многое сделал, чего люди не могут за всю жизнь сделать. Друзья мои, вот здесь мы записываем песни. Я уже рассказывал не в одном интервью, я расскажу вам. У меня самая большая коллекция микрофонов Октава в мире. Это вот постер фильма «Биф», постер с рэп-исполнителями, которые принимали участие в фильме «Биф». Вот что меня вообще изменило, вот сделало совершенно другим человеком, это все-таки моя семья. Это то, чем я горжусь, это то, что я люблю, это то, ради чего я живу. Как я вижу свою жизнь в старости? Ну, начнем с того, что я переехал из Москвы. Купили квартиру в Ставропольском крае, рядышком с огромным озером. Просто красота нереальная. Свою старость я вижу там. Я вижу там, рядышком с детишками, с внуками. Нет, три качества, которые мне не нравятся в самом себе. Это, ну, наверное, злость, если меня, ну, кто-то начинает раздражать. Стараюсь работать над этим, я стараюсь изменить это в себе. Лентяй, и очень люблю покушать. И, кстати говоря, спасибо моей оппонентке за то, что он меня очень хорошо замотивировал, за то, что я за эти три месяца привелся в порядок. Я скинул очень много килограмм лишних. Вот здесь, в этом здании, находится зал, которому уже больше 80 лет. Работают удивительные тренера, которые воспитали ни одного олимпийского чемпиона. Это физическая форма, которую нельзя сравнивать с началом лета или с весной, тем более, где был РБ у Рома. Сейчас, смотрите, Ром под жарой, ручки быстро летят, пытаются уклоняться, пытаются двигаться, передвигаться, порхать как бабочка, жалить как пчела. Это все он старается делать. Земля, на которой находится зал, она непростая, это земля монастыря, Симоново монастыря. Люди, когда сюда приезжают, они действительно чувствуют такой дух, силу, такую необъяснимую мощь. Я оцениваю свои силы хорошо, готовлюсь. Во всех интервью он говорит, что меня вырубят. Я не возвышаю себя. Я делаю все для того, чтобы победить. Друзья мои, на студии звукозаписи мы не только записываем песни и монтируем фильмы. Мы еще и тренируемся. Но это бамберка. И вот можно подойти к нему после записи. И надо давать им немножко поживу. Возрождаются в былинах, складываясь. Пазлы судеб, многое забыто. Многого уже не будет. Что-то сохранили люди, как завет из уст в уста. Кто-то даже песни сложит в тишине возле костра. Вот и наш черед настал, по крупицам собираем. Судьбы, подвиги и лица, их имен не забываем. То, о чем нашепчут кроны дуба векового. На притихшем поле битвы, рев сражений слышу снова. Не удержать аколом, не унять и не запрятать. Потому и называют нашу родину крылатой. Маршем или на парадах, мир победный или тризна. За плечом встает плечо, поднимается отчизна. Давали свои жизни те, чьи имена бессмертны. Продолжение в потомках не сравнить с сыной несметной. В небесах и на земле, в воинском могучем строе. Наших прощуров в землях. Сердце родина героев. См where dzahvi and thalamiéta. Победы не родим слабый, подвиг моимяжий знней. Верность великой державе от рождения и до тризны. Победы не ради славы Подвиг моими о жизни Верность великой державе От рождения и до тризны Моя родная земля моя, красивей нету Это все Русь моя, здесь дух, дворов и сила предков Ведь здесь офицеры на защите нашей степи С молодого богатыря идут туда, где вольный ветер Сейчас бы биться с вражей силой где-то в чистом поле Ведь это наша доля Руси Всегда был вольно, это сейчас Стало модно жрать и сквернословить Недолго вам осталось, черти, будет очень больно Казачья степь, сибирский дух, волжане с нами Русь встает с колен, с годами только крепче стали Наши бойцы, победа в дом всегда на пьедестале Сила и честь, огонь в сердцах, скованные стали Да ты не скалься, поднимется русский муж И все будут уважать наш дом или зачем так жить Скажи, мы будем чтить и всегда помнить Каноны предков, мы уважаем всех соседей Но стреляем метко Мы сейчас пригласим в эту клетку человека, который специально для нас Прилетел из Питера Саня Ресторатор, иди-ка сюда Давай ты объявишь этот бой С удовольствием, привет бойцам Желаю вам сегодня Не даешь мне кулачок сегодня? Расстроился? Понимаю Смотрите, значит, этот конфликт начался... Пацаны, пацаны, займите углы свои Займите углы Этот конфликт начался с рэпа, затем продолжился в драках И завершается в драке Я бы хотел, чтобы это все-таки было лет пять назад на Версусе Но как происходит, так происходит Но опять же, да, не будем пока хоронить Я желаю обоим бойцам сегодня честного боя Сегодня надеюсь, что каждый постарается, каждый постарается донести до нас свою правду Ну и хотелось бы немножко прийти к традициям Эмси синего угла ринга, представься Дима Бамберг Я твой рот ебал, Рома, черт Эмси с правого ринга Он только свой рот ебал, он ублюдок Да, разумеется, уже пора начинать, но меня не выпустят отсюда без одной маленькой вещи Давайте за красивый бой, за хороший бой, за качественный контент пошумим, блядь Респект Спасибо, Саш Рефери в клетке Мартан Мурадов Так, бойцы, правила знаем, правила не нарушаем у вас Три раунда по две минуты Покажите честный бой Руки нажали Покажите честный бой Покажите честный бой Было совершенно очевидно, что руки здесь никто жать не будет Это по-настоящему долгожданное противостояние И ты не ожидал, что все закончится вот так вот, в разборке на руках Напоминаю, что у нас есть партнер, бухмейкерская команда Винлайн, она дарит всем новым пользователям 2000 рублей на первую ставку Это будет фрибет, никаких дополнительных условий, все просто Регистрируемся с промокодом ДЕЛА и получаем фрибет на 2000 рублей без условий Все очень просто Поехали посмотрим, что будет в этой разборке Пока перед боем было жарко, но в клетке непосредственно практически ничего не происходит О, и тот и другой понимают, что цена ошибки слишком велика репутационно Обидно проиграть А совершенно заметно такая неприкрытая злоба Эти парни друг друга реально ненавидят Это ненадуманный, ненадутый конфликт ради Ютуба Это нечто такое назревшее Древнее зло Ох, шок пошел вперед с комбинацией, но не достал Улыбается, такая даже не улыбка, а ухмылка скорее у него на лице Одиночный удар от Ромы Джигана Пока все очень спокойно, размеренно Просто только первый раунд У нас будет три раунда по две минуты Это правило бокса, как вы могли понять уже Без клинчей, без всего Джиган пока несколько джебов выбросил Ни один из них не пришелся точно в цель Впрочем, и шок ему ничем акцентированным пока не ответил Очень серьезная поддержка в зале Ух ты, снова довольно размашенный удар от шока Но при этом снова мимо Накал страстей уже как будто бы начал спадать Но в зале, в зале Ребята, которые всех поддерживают Обоих спортсменов, точнее рэперов Это, конечно У них накал уж точно есть Ну что ж, первый раунд практически без попаданий Уходим на паузу Посмотри, дерутся два лысых мужчины Что они поделили невозможно понять Возможно шампунь от облысения Возможно шампунь для роста волос Для меня остается загадкой Выясним это после боя Второй раунд И народ ждет Ждет прямо кровавой зарубы О, пошло Ну наконец-то Разразился хотя бы чем-то Жиган Выжидает, выжидает Жиган выжидает Наступает сейчас шок Пытался в корпус отработать Но так, все пока Только Ой, вот оно первое сближение Я серьезно сейчас Жиган что-то говорит Про то, что Что-то про свой корпус В общем, у них есть Какой-то элемент переговоров Но ничего конкретного не происходит Мы все ждем ужесточения Но все еще ребята Продолжают эту разведку Попытные Жигана цепануть Да, неплохой вроде бы выпад от Жигана Но Пока по воздуху Время переговоров уже давно закончено Они уже в клетке Нужно драться И вот сейчас Как-то так по очереди Довольно робкие попытки То от одного, то от другого Все-таки нанести удар долгожданный Хочет обострять Шок Обозначает удары Но попаданий как не было, так и нет Вот она, вот она попытка Да Уже поинтереснее Как оживилась публика Левый боковой еще от шока Люди в восторге от того, что сейчас делает шок И кажется, это и его самого Подначивают продолжать в том же темпе Абсолютно точно Вот эта реакция трибун Реакция толпы Вполне может подогнать вперед обоих Вообще На зале, смотрите, такая атмосфера Одна из самых Ярких поддержек бойцов Довольно пассивен Жига И попадающий слева и хорошо Шок, смотри, Жига возвращает себе капу Он в порядке Но прочувствовал Ровно в челюсть пришелся этот удар Недаром капа чуть не вылетела И вот сейчас у нас пауза между вторыми и третьими раундами А трибуны все не утихают Не успокаиваются Но есть почему Второй раунд был гораздо живее первого С гораздо большим количеством попаданий И большим количеством активностей Рома, Рома, все хорошо Третий раунд, внимательно Передняя рука Передней рукой оставляй Передний находишь Справа в дворе Ничего, потерпеть надо, братуль Ничего, нормально, слышишь? Внимательно Третий раунд потерпи Ты можешь Слышишь? Не можем мы точно знать Решающий раунд или нет Но он точно последний Первый Нейтральный Второй, наверное, с преимуществом Шока За счет пары хороших попаданий И сейчас К тому другому все равно Нужно действовать на максимуме И идет Шок С боковыми Попытался ответить и Жиган тоже Но Шок поопаснее действует И более того Он больше попадает просто Ну, кстати, нельзя не отметить преимущество габаритов Жиган там выглядит поздоровее Слово Угрожает джебом Роман Много раз уже видели, что габарит Это еще не все Нужно уметь ими пользоваться И у Жиган это пока не очень получается Ну, не будем пока ни на ком ставить крест Еще несколько минут поработать есть у ребят И все изменить Тем более в таком бою Одну попадание Можем все решить Хороший комбо Шоком Левая рука Шока Заходит очень неплохо И в концовке второго раунда И вот здесь уже успел И на ногах Шок очень неплохо двигается Да, я бы наготовился Не с бухты барак оказался здесь В плетке Попадает еще раз Хорошо С левой руки опять вошел И Снова Шок чуть лучше Джеб Аджигана Он пытается не подпустить Шока Потому что уже прочувствовал на себе Что бывает, когда Шок подходит слишком близко Когда подходит, всегда Шок Первый, когда это обманка в корпус Иногда ее все ограничивается Иногда она перерастает в атаку Сейчас уже на полном серьезе Пошел неплохо Через копу На голову перевел И попал Попал Весьма увесисто Чем ближе концовка Тем более ярко выраженный лидер в этом поединке Чувствуется Раздергивает Шок Но не успевает донести удары Разводит руки сразу после гонга В знак своей победы Судя по всему Шок уверен в своем успехе Нельзя его осуждать В принципе, понятно, почему он так думает Но их, кстати, как и говорили Они, что не пожмут друг другу руки Пока об этом и речи не идет Ни перед боем, ни после боя Они по-прежнему друг друга ненавидят Конфликт не исчерпан Победителя объявит наш гость Ресторатор Да, разумеется, считал не я Но в целом было понятно, кто забрал первый И кто забрал второй и третий То есть разделилось, как по мне, один-два Не знаю, как судьи насчитали Но мне сказали победителя Победил боец синего ринга Шок! Рома! Давай пообщаемся хотя бы немного Сейчас вы будете праздновать Подождите, ребята, пока не празднуют Пока Рома скажет пару слов, потом к Диме Пусть празднуют Но реально он лучше был в этом бою Это было видно Я это признаю на самом деле За две недели до боя Я узнал, что у меня сломаны четвертое и пятое ребро Я прошу вынести Не укайте, не улюлюкайте, пожалуйста Дайте сказать Принеси сюда Артур, чтобы люди знали и видели Это четвертое и пятое ребро Ребро сломаны И он знал И он об этом знал Он об этом знал Его менеджер Виталик Тарасов Рома, если бы ты мне об этом сказал заранее Я бы просто не допустил тебя Я понимаю Виталик Тарасов Его менеджер Знал об этой травме И была устная договоренность Не бить по ребрам Потому что четвертое и пятое Оскольный перелом Есть документы Мы можем вместе со съемочной командой съездить Сделать еще одно КТ Вы увидите Значит, я не говорю, что Я был лучше в этом бою Он победил Так решили судьи Я хочу сказать спасибо всем моим братьям Кто со мной сегодня рядом Спасибо всем, кто поддерживал Я понимаю, насколько это сложный Вид спорта Позанимавшись немножко в зале Я понял, что это нелегко Ребят, когда вам кажется, что это все легко Выйти сюда и подраться Выходите и подеритесь Всем спасибо, мир Рома, спасибо Ты красавчик С травмой вышел Со сломанным ребром Не подвел ни нас С двумя сломанными ребрами Нас не подвел Диму не подвел Бой по итогу состоялся Я думаю, что можно было бы Бой перенести Конечно, молодец Рома, что вышел Да, с травмой Но я думаю, что вот эта вот Вторая часть Ну, либо об этом не говорит Либо может было перенести Мое мнение Может, я не прав Это твое мнение Ты имеешь на него право Вот Давайте теперь возьмем, наверное, интервью победителя Узнаем, да, как он Блин Как он шел к этому Честно скажу Я знаю, как Дима С какой ответственностью он к этому шел Поэтому, да, мне хочется уже скорее с ним поговорить Ну, ты скажи Ты сам во время боя видел Прям эту уверенность в глазах Этот гипнотический взгляд кобры Изначально, да, Дима был в себе уверен Димон Спасибо большое У меня крутая, кстати, капа была А ну-ка, покажи Что там написано Жигант черт, понятно Мне очень повезло Просто жизнь меня свела С вот этим человеком С моим тренером Я уже занимался у него Я ходил к нему просто сам С девятнадцатого года периодически Ну, так любительски Как было время, так ходил И поэтому, когда встал вопрос Про подготовку Я сразу обратился к Илье Илье меня сразу принял Вот Большое тебе спасибо, старик Это все благодаря тебе только Благодаря твоим бойцам Роме, Теме Твоему брату Леве Большое спасибо моему менеджеру Виталию Тарасову Или я сказал, тебе нужен менеджер У меня есть друг близкий, хороший Виталий Тарасов Давай встретимся Мы встретились на Патриках Виталий сказал А я знаю, кто ты Я знаю Мирона Я всю вашу историю знаю Я люблю Версус Я знаю Саню Ресторатора Поехали, круто, давай Кто так благодарит? Скажи нормально Ты заебал, бля Вот Большое спасибо Большое спасибо Светлане Андреевой Поздравляю с победой Китеку, китеку Большая любовь Тимуру Золотому Я к ним ездил на спарринги Вообще всем, кто меня поддержал С кем меня жизнь свела Большое спасибо Что я мог познакомиться С этим спортом Дайте шуму победителю боя Я должен сказать, что Я должен сказать, что Только сейчас я начинаю понимать Что такое дисциплина И только сейчас я начинаю себя чувствовать Мужчиной Все до этого была болтовня И Эта подготовка сделала меня Спокойнее Сделала осознаннее Я перестал материться Я стараюсь меньше выебываться Насколько это возможно Вот Жена моя, я тебя очень люблю Ты самая красивая тут Дим, кто следующий Остались с кем-то конфликты еще Посмотрим Я хочу кое-что сказать про Рому Давай, давай После драки не надо Я не верю Ни одному слову не верю Вообще Только Один единственный раз Я почувствовал, что он человек Когда он говорил о своих детях И я увидел Да, он человек У него есть дети У него есть семья Я желаю ему вернуться к своей семье И желаю заняться детьми Если он справился со своими детьми Если у него хорошие дети Он их хорошо воспитал Все его грехи остаются в прошлом Если он хорошо воспитал своих детей Он сделал хорошее дело И я не вправе его ненавидеть Не вправе его дальше осуждать Поэтому Я ему прощаю Наш инцидент для меня закрыт Этим боем Никаких реваншов Но и никаких высказываний В дальнейшем Для меня это закрыто Езжай к семье Будь счастлив Дим, ты сказал Что конфликт все исчерпан Закрыт Больше никаких вопросов Да, вы не протянули друг другу руки Но по крайней мере точку вы поставили С твоей стороны тоже не будет Это важно Еще все закрыто Да Здесь Димаста Рэпер Который вот приехал из Питера Он хотел к тебе обратиться Сегодня Димон прилетел Да, всем привет Ну что, на самом деле Хочу сказать, что Бой-то на самом деле Херня полная был Друзья, это был один из самых ярких конфликтов нашего проекта Но закончился ли этот конфликт? Как отреагировал Шок на слова Димасты? И будет ли новый бой? Вы узнаете Если подпишетесь на официальный аккаунт нашего дела На Фенсли Ссылка в описании Подписка стоит всего 1 рубль Это необходимо для регистрации И подтверждения вашего аккаунта Действуйте Мое, да, личное мнение Ребята, вот этот конфликт Там, не знаю, создали конференции Эти, сколько этих конференций было Ну, здесь очевидно Вот Шок выиграл Ну, что сказать Молодец, красавчик Что, решили все по-мужски как есть Что сейчас говорить У меня там травма была У меня то, у меня сел Уже все Он победитель Будем ждать следующий бой Шоков Победителя не судят Мне Именно, мы хотели разобраться в конфликте Я считаю, мы разобрались, ребят Наше дело Давайте не на улицах это говно Выходите в октагон И решайте, кто прав Да, все правильно И, дорогие друзья Хотел сказать Пишите в комментариях Все-таки, за кого болели Как считаете, правильно ли сделал Рома Что вышел на бой с травмой И пишите в комментариях С кем бы вы хотели увидеть его следующий бой И его следующий бой И мой следующий бой Мы переходим к следующему бою Я жду на этой сцене В этой клетке Эдика А вот этот мужик, с которым вы дрались Он тоже такой же старый рэпер Как вы? Я просто его тоже не знаю Дело в том, что он хотел в наши годы быть рэпером Но рэпером не стал В связи с тем, что таланта у него не хватило И никто никогда не обращал на него внимания Как на рэпера Единственное, за что он продержался последние 10 лет Это потому, что у нас была совместная с ним история И это все, что у него в жизни когда-либо такое яркое происходило Как рэпер, он тоже никакого успеха не имел Вот какой он сегодня в ринге, такой он и рэпер